Доктор знает все. Вопрос или утверждение? В постановке известного режиссера и актера театра и кино Олега Фомина это и то и другое. Однако известное изречение «Я знаю, что ничего не знаю» здесь явно главенствует. Что же такое узнает доктор? Не просто доктор, а проктолог. Специализация, как становится понятно в ходе пьесы, выбрана не случайно. Роли Скулапа блестяще исполняет Алексей Макаров. На прием к нему приходят не просто пациенты, ангел и бес. Когда-то по их собственным рассказам они были обычными смертными, только с очень разным отношением к окружающему миру и конкретно к людям. Представитель светлой стороны спасал и помогал, антипод, как водится, всячески вредил. Риторика спектакля актуальна, вопросы, которыми задаются персонажи, не менее. Спор о справедливости, прописанный во многих произведениях, испокон веков ведется именно в ключе противостояния добра и зла. Такая философская подоплека очень увлекла режиссера, как, впрочем, и актеров. Этот спектакль говорит о довольно знакомых, казалось бы, нам вещах, о любви, о смысле жизни, о взаимоотношениях, о том, как выглядят наши добрые начинания или наши недобрые начинания, о том, куда все это может привести. Но в этом спектакле об этом говорится с юмором, с иронией и с достаточно необычной, может быть, точки зрения. Вдруг, как бы, изменив угол. И этим он прекрасен и, в общем, он очень нужный, я думаю, этот спектакль, полезный для зрителей. Действительно, очень непросто разобраться, кто же прав. Каждая сторона вполне убедительно доказывает свою правду. Спор проходит весьма убедительно, аргументы, приведенные сторонами, весомые. Доктор пытается разобраться, как будто в самом себе, как собственный зритель. Доктор пытается разобраться, как будто в самом себе, в принципе, ситуация, конечно, спорная. Вот, секундочку, если результаты, парень, будут очевидны, тогда кто проиграет. Каковы условия туры? Самоэклинируются? Я выполню. Если мир устроен так, что ангелы чертям проигрывают, то существовать им не зашло. Режиссер и исполнитель роли беса Олег Фомин об этом спектакле говорит особо. Как-никак тем насущных и философских здесь слишком много. Да и материал благодатный и очень увлекательный. Жизнь подсказала автора сначала, а потом уже в ходе нашего общения разного и долгого автор просто плюнул, пошел домой и через два месяца принес пьесу, который написал специально для меня, как для режиссера, и роль, которую я играю, он тоже написал специально для меня, как для актера. Когда такие люди сходятся, то понятно, что мы говорим на одном языке, и нам не надо долго разговаривать. Все понятно, о чем речь. Так точно написать персонаж, который я играю, например, под мою органику, под все. Это что-то там где-то соединилось наверху. Сомнения, попытки самих героев разобраться в порой очень непонятных вопросах. Это ли не в некоем роде смысл жизни, вечная внутренняя борьба того, что называется энергией разрушения и созидания. Все эти вопросы, возможно, задали себе в этот вечер и зрители. Название спектакля «Доктор знает все» осталось без утверждения, однако смело можно утверждать «Я знаю, что ничего не знаю». Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».